Сирия, 27 марта. На востоке Диэр-Эс-Зора был взорван автомобиль боевиков СДФ. Двое молодых людей были похищены в Эс-Сувейде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей в Сирии Ахмат Марзук. Смотрите до конца. Текущая расстановка сил в Сирии. Провинция Диэр-Эс-Зор. Самодельная бомба взорвалась в автомобиле курдских боевиков на востоке провинции. Как передает новостной портал Баладиньюз, инцидент произошел рядом с нефтегазовым месторождением Алямар, где также расположена одна из баз демократических сил Сирии. Один боевик погиб на месте. Двое других получили ожоги и осколочные ранения, с которыми были доставлены в госпиталь. Силы внутренней безопасности СДФ Осайш возлагают вину заминирования автомобиля на террористов исламского государства, которые продолжают свою подпольную деятельность в зонах контроля курдских вооруженных формирований. Провинция Хасака. Два сотрудника сил внутренней безопасности демократических сил Сирии погибли в результате ДТП в деревне Сальхии. Как сообщает портал Алк Хабаур, столкновение произошло на перекрестке, когда патрульный автомобиль курдских боевиков выехал на дорогу перед микроавтобусом. Провинция Эс-Сувейда. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека, неизвестные боевики похитили двух молодых людей в поселении Аль-Карая. По информации источника, молодые люди приехали из соседней провинции Дара на заработки, после чего перестали выходить на связь со своими семьями. Местные источники агентства подтвердили, что обоих юношей вместе с их автомобилем похитили неизвестные вооруженные лица. Родственники ожидают в ближайшее время получить требование выкупа. Ранее медиа-активисты сообщали о вылазке боевиков в деревне Аль-Ханида, где был похищен молодой мужчина. 24 марта в окрестностях поселка Аль-Барит был найден неопознанный труп со следами пыток. Ирак. Как передает телеграм-канал Директаат, американские военнослужащие продолжают вывод своих войск из Ирака. По информации источника, военные силы США покинули военный аэродром в районе поселения Каяра. Ранее американские войска оставили свою базу в городе Аль-Каим на границе с Сирией. Аэродром и базы полностью будут переданы под контроль военных сил Ирака. Напомним, что 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск коалиции после того, как США грубо нарушили нормы международного права. 3 января американские истребители нанесли по аэропорту Багдада ракетный удар, целью которого был кортеж высокопоставленных офицеров армии Ирана и сил специального назначения КУЦ, в результате чего скончался генерал Касим Сулеймани и замглавы Хашт-Шааби Абу-Махди Аль-Мухандес. Президент Ирака Бархам Салех осудил действия США и назвал их атакой на суверенитет страны. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал Твои Новости. Здесь всегда вас ждут самые горячие и свежие новости мира.